Вот спросите любого человека, ты хочешь быть счастливым? Соседа своего спроси, ты хочешь быть счастливым? Брата, сестру, ты хочешь быть счастливым? И он, конечно, тебе говорит, да, скажет, я хочу быть счастливым. Любой человек стремится к этому. И вы знаете, Писание нас учит и показывает некоторый секрет, как быть счастливым человеком. Божье Слово, оно показывает нам на примерах, на людях, в их жизни, как они стали счастливыми людьми. И порой нам кажется, что вот если бы в моей жизни было это, то, другое, я, наверное, бы был счастливым. Но когда человек что-то получает, что-то получает в своей жизни, его счастье почему-то пропадает в течение 20 минут одного дня. И вспомните такие моменты, может быть, когда-то вы купили новый телефон. Вот у вас долго не было нового телефона. И вы захотели, и вы копили деньги, откладывали еще что-то, получили зарплату, и вот, наконец, вы этот телефон купили. Сколько счастья он вам принес по времени? Ну, порадовались один день. Посмотрели новый телефон, слава Богу, все хорошо, это работает. Какие-то функции новые появились, и еще какие-то моменты. Но наступает второй день, третий день, и вы уже не помните? Счастье, оно прошло. И Писание нам четко и ясно говорит, что мы с вами, наша жизнь, она не зависит от этих вещей. И эти вещи не дают настоящего счастья. Но есть то, что дает счастье человеку, приносит радость в его жизнь. И таким примером является такой Божий человек, как апостол Павел. Когда он путешествует, когда он открывал церкви и был апостолом реальным для многих церквей, он путешествовал в Малой Азии, это современная Турция. Он основывал церкви, он посещал церковь в Македонии, в Эфесе, в разных местах. И вы знаете, он был счастливым человеком. По одной лишь причине он говорил, я готов отдать себя. Я готов быть щедрым. Я готов расточить, я готов раздать все, что у меня есть. И он испытывал вот это счастье, он был счастливый человек. И этим самым он делится с нами, с Божьим народом. И давайте прочитаем итог его служения. Когда он посещал церкви в Македонии, в Эфесе, и он говорит, я здесь не останусь, но я поеду в Иерусалим. В Иерусалиме меня ждут на самом деле тяжелые обстоятельства. Скорее всего меня схватят, придадут суду, и потом что-то со мной произойдет. Но он говорит, я этого не боюсь, я три года здесь вместе с вами научаю вас каждый день, наставляю, отдаю себя. И он говорит, я исполнил. И вот в самом конце он говорит очень важные слова. Это книга «Деяния апостолов», давайте мы посмотрим. книга «Деяния апостолов», 20 глава, и в конце своего служения, пребывания в Эфесе с братьями, он оставляет им некое наставление. И он говорит им с 30, давайте почитаем, с 33 стиха, прочитаем. Можно 32 стих, 20 главы. И здесь он пишет, и ныне передаю вас, братья, Богу, и Слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Он говорит, я все вам всему научил, я все вам передал, все вам показал. И он говорит, я предаю вас Богу, Божьему Слову, и Слово, оно наставит вас, оно напомнит вам, как вам жить и как вам поступать. «Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии». Он говорил, я не был бременем. Он проповедовал, служил, ходил, и вы знаете, он не нуждался, потому что было время, когда у него появлялось свободное время, он начинал работать, и он был полезным, он находил занятия, род деятельности, он шил палатки, и вы знаете, он даже других людей благословлял материально. И он говорит очень важные слова, 35 стих, это вся кульминация его жизни и служения. И о чем он говорит для верующих, которые уверовали в этих церквях. И он говорит, во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа и Иисуса. Ибо Он сказал, блажение давать, нежели принимать. Ибо Сам Господь Иисус сказал, блажение давать, нежели принимать. Вот это и есть Божий секрет в нашей жизни, чтобы нам быть счастливыми людьми. Если ты будешь отдавать, и это написано блажение, это лучше быть таким человеком, который отдает, который благословляет, которому Бог что-то дает, и Он богат на всякое доброе дело. И вот каждому верующему человеку нам нужно научиться. Потому что когда мы с вами даем, когда мы с вами щедры во многих моментах, вы знаете, в нашу жизнь приходит радость. В нашу жизнь приходит смысл. И когда мы направлены только на себя, на эту жизнь, эта радость, она уходит. Когда мы только желаем себе каких-то вещей и думаем только о себе, о своем. Вот радость, она уходит из нашей жизни. И очень важно, когда мы служим, когда мы служим, и мы можем служить всем. Вот порой нам кажется, что только финансами мы можем быть щедрыми. Но на самом деле, когда мы открываем Писание, мы видим, апостол Павел, он говорит, принеси жертву общительности. Открой свой дом. Посвяти время кому-то. Прими у себя дома, домашнюю группу. Прими странников. Прими тех людей, которые, может быть, проездом у тебя. Может быть, на конференцию приехали. Послужи. И порой мы так ограниченно думаем, что вот только бы мы финансами, только Бог ждет от меня десяти, но еще какие-то моменты. Это неправильный мотив, неправильное отношение. Господь говорит, что у нас достаточно много. И вот больше всего на самом деле у человека есть время, которое Бог каждому из нас уделил. Это один из главных ресурсов, который мы, как люди, имеем. И мы можем посвятить Богу время. Мы можем отдать это время кому-то, чтобы послужить. И вот только тогда, когда ты начинаешь служить, посвящать свое время, начинаешь жертвовать щедро, ты видишь, как в твою жизнь приходит радость. Потому что кто-то спасается. У кого-то начинает что-то получаться в жизни. Какие-то приходят ответы на молитвы. Я хотел бы сейчас засвидетельствовать. Мы очень много молились на прямых эфирах. И была такая нужда, может быть, вы слышали. Просили молиться за маленького мальчика, которому 5 или 6 лет, который не мог говорить. Помните такую нужду? Вот в эфире очень часто говорили, помолитесь за, по-моему, Арсений его зовут. И потом мы где-то постеснялись спросить, а как же дела у этого мальчика? А кто это пишет? Из нашей церкви? Или из другой церкви? Или вообще с другого города, региона? И задали такой вопрос. И мама этого мальчика написала. Арсений стал говорить. Божье чудо произошло. И вы знаете, когда видишь вот такое Божье чудо, ты понимаешь, что ты живешь не зря. Ты молишься не зря. Ты служишь не зря. Потому что блажение давать, нежели применимать. Приходит настоящая радость, когда мы видим такие ответы. И на самом деле ответов очень много в жизни. Вот наша жизнь становится интересной, когда мы начинаем щедро жертвовать, вкладываться в кого-то. И есть определенные такие принципы. Апостол Павел, он их закладывает, и он говорит, это очень важно, потому что если ты это пропустишь, ты пропустишь саму жизнь. Ты не будешь счастливым человеком. Смотрите, он пишет о себе в одном месте Писания, обращаясь к Коринфянской церкви. И давайте мы откроем 1 Коринфянам, и мы прочитаем 13 главу с 1 по 3 стих. Очень известное такое место, и мы знаем, что там говорится о чем? 1 Коринфянам 13 глава. О любви. Совершенно верно. Там говорится о любви. И вот смотрите, как он пишет, и как он говорит. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая, или кимвол звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание, и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто». И 3 стих, смотрите, ключевой, который говорит о нашей щедрости, о нашем даянии. Но Бог говорит, какое у тебя сердце, какое у тебя отношение ко мне. И апостол Павел, он утверждает это в 3 стихе. «И если я раздам все имение мое, и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет ни в том никакой пользы». Вау! Мы видим, что человек готов, и люди бывают, порой жертвуют, очень многим от себя, продают свои имения, жертвуют в разные детские дома, в проекты участвуют, еще какие-то моменты. Но апостол Павел, он обращает внимание наше на состояние нашего сердца. А из-за чего ты это делаешь? Ты хочешь прославить себя? Ты хочешь кого-то вдохновить, удивить или еще что-то сделать? Ты хочешь гордиться своим поступком? И он говорит, я могу это сделать в своей жизни, я могу отдать свое имение, я могу свое тело, свою жизнь отдать на сожжение. Но он говорит, если я не имею любви, то это ничто в моей жизни. Оказывается, Бог смотрит не на то, сколько я приношу, сколько я жертвую, сколько я отдаю. Бог не на это смотрит. Он смотрит на мое сердце. И для него важно, самое первое, номер один, это отношение к Богу. Любовь. Чтобы мы относились к Богу с любовью. И все, что делали, и жертвовали также в том числе, и отдавали с любовью. С любовью. Это очень важно, потому что можно где-то притупить свои чувства. Можно стать уподобиться вот тем саддукеям, фарисеям, которые жили во времена Иисуса Христа. Иисус Христос, Он упрекал их, когда они ходили, Он говорит, вы приносите десятину, с мяты, с руты, с каждого зерна, четыре урожая в год, вы со всего приносите десятину. Но Он говорит, вы оставили самое главное, суд и милость. Вы забыли о том, с кем вы имеете дело, с Богом. А Бог смотрит на наше сердце. Для Него важны отношения. Важны отношения. Я думаю, что когда мы в семье, и когда особенно есть маленькие дети, и особенно есть в семье много детей, несколько детей, есть такие моменты, когда даже неверующие люди, папы или мамы, они проводят очень много времени на работе на своей, делами очень заняты. И потом, в какой-то момент, они начинают детей, как бы задабривать. Вот их не было в каких-то моментах, на выпускном, не было на каком-то выезде, еще в каких-то моментах. И они так думают, я подарю подарок. Я подарю сыну, дочке подарок. Они будут как бы вот счастливы. И вы знаете, дети даже, они чувствуют этот момент, когда вы просто хотите купить их, когда вы просто хотите задобрить их, когда вы просто хотите им сказать, да, вот там была вся моя жизнь, а дома меня не было, в отношениях меня не было, в воспитании твоем меня не было, на тебе держи самокатик, на, держи мячик, еще какой-то подарок. Ребенок, он его примет, но он не почувствует любви и настоящих отношений. Любому человеку нам нужны настоящие отношения, не просто какие-то подарки. Да, это хорошо, когда мы делаем подарки, это здорово, но самое главное, за всем этим должны стоять отношения. Я правильно говорю? Вам отношения интересуют, сестры, братья? Вам что нужно? Только подарки или вам нужны отношения? Между мужьями, женами, между вашими детьми, родителями? Нам всем нужны отношения. И эти отношения, если они построены на любви, это чувствуется. Люди чувствуют, дети чувствуют, родители, муж, жена, мы все чувствуем, когда к нам относятся с любовью, а не просто, что, ой, у нас не было времени, на, держи подарок. Ой, мы тут просуетились, мы тут прожили свои какие-то моменты, в телефоне время провели, на работе еще, и вдруг вспомнили, что есть семья, есть отношения, есть, например, церковь или Бог, на тебе подарок. Вы знаете, это все не работает. Бог говорит, важно не то, что ты приносишь, и сколько ты приносишь, а важно, с каким сердцем ты это приносишь, какое ты отношение имеешь со мной. Поэтому номер один, с каким отношением мы приходим к Богу, даже наша щедрость, наше даяние, Бог смотрит, правильное ли сердце у нас, и Он говорит, любовь определяет многое. Можно подарить маленький подарок, но вы знаете, если это будет из отношений ваших, и вы поймете, что вы приносите вроде бы маленький дар, маленький подарок, но он вовремя, он подчеркивает, он говорит об ваших отношениях, и даже порой маленького подарка, внимания, уделенного времени, достаточно, чтобы почувствовать любовь. Я спрашивал свою маму, своего отца, и задавал такой вопрос, как вы в детстве переживали родительскую любовь. Какие моменты самые лучшие в вашей жизни были? И моя мама, она говорит, что мы выросли в своем доме, и мама и папа, они вставали рано утром, чтобы затопить печь, чтобы приготовить еду, завтрак, обед. И, говорит, мы тоже просыпались от этого шума, но мама подходила и говорила, спи еще, еще рано, мы приготовим все, и чуть попозже вас подымем. И вы знаете, моя мама, она говорит, я просто засыпала, вроде бы и шум был, и по дому работу какую-то совершали, но я засыпала в любви. Я понимаю, что есть кто-то, мама и папа, которые заботятся обо мне, которые думают обо мне, которые делают с любовью. И когда я просыпалась, меня подымали, меня садили за стол, кормили, вели в садик, в школу, потом еще какие-то моменты. И вот это было самое главное. Вот эти отношения мы должны с вами иметь в нашей жизни и в отношениях с Богом. Есть такой очень важный момент и известное местописание, это мы все его даже знаем наизусть, давайте вспомним. Иоанна, 3 глава, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на первую фразу, «Ибо так возлюбил Бог этот мир». В самом начале Бог, Он возлюбил нас, Он возлюбил этот мир. И когда ты любишь, мы видим здесь, Бог, Он говорит, «Я отдал». Сначала возлюбил, и от того, что имею отношение, любовь, Он говорит, «Я отдал Своего Сына». И Он говорит, что мы должны понимать Бога, как Бог есть любовь. И в нашей жизни мы должны быть похожими на Него. Если мы любим Бога, любим людей, мы обязательно будем отдавать себя другим людям. Обязательно будем отдавать себя Богу, церкви, в служению. Почему? Любовь. Сначала любовь. Возлюбил Бог мир и отдал Сына Своего. И мы также должны возлюбить Бога и отдавать себя. Тогда Бог будет для нас, и мы будем счастливыми людьми. К сожалению, многие люди, это не дано им это откровение, потому что они подходят к этому по-другому. Они думают, сколько отдавать. Они думают, зачем отдавать. Они думают, почему отдавать. А где это написано? И бывают много таких моментов, и когда человек говорит, «Да мне самому не хватает в жизни». Особенно, когда идет корзина с даром любви для какого-то проповедника, учителя, который приехал, которого мы знать не знаем, но вот он приехал, послужил нам, и идет эта корзина. Вы знаете, Бог меня один раз поймал так на крючок. Один пастор приехал, служит, и вот проходит эта корзина с даром любви. Еще ко мне не подошла, еще говорится об этом. Я думаю, дать или не дать? Дать или не дать? И думаю, вот у меня в кармане лежит ровно на обед. Я так думаю, Господи, Тебе что, обед мой нужен? Потом думаю, как-то я неправильно думаю. Наверное, Богу мой обед, он не нужен. Но почему-то Бог заостряет мое внимание на даре любви к этому человеку. И вы знаете, я боролся в себе, но потом сказал, нет, если такая борьба, я лучше это отдам. Если мне это жалко, если это меня задевает, я лучше отдам, потому что что-то в моем сердце сейчас неправильно. И вы знаете, когда я благословил, отдал, я испытал счастье, я свободен. От обеда, от денег, еще от каких-то моментов. И, как видите, не похудел, ничего со мной не случилось. Видите, я здесь. Все хорошо. Ничего со мной не произошло. Но произошло в наших отношениях с Богом. Я отдал, благословил. Вот, порадовался за этого человека. И на следующий день прихожу в церковь, прихожу в Дом Божий, надо готовиться перед библейской школой. С утра готовлюсь, потом библейская школа наступает, заканчивается школа в час дня, в обед. И тут спускаюсь, иду по коридору в нашем дворце, и меня встречает человек. Брат просто из церкви и подходит ко мне, смотрит на меня серьезно и говорит, у тебя багажник пустой? Я так думаю, ну, что пристал, что надо? Багажник пустой. Я ему говорю, ну, в принципе, пустой. Он говорит, ну-ка, быстрее выходи на улицу. Я говорю, ну, вот что надо человеку? Вот служишь, в библейской школе проповедовал, думаю, сейчас пойду на обед. Вот. А он говорит, ну, есть у тебя время? Я говорю, ну, есть время. Пойдешь? Пойду. Открывай багажник, открою. Вот. Подъезжай, говорит, к моей машине. Я говорю, хорошо. Ну, заставил столько меня вещей делать. Вот. Я подъезжаю, открываю багажник, он открывает свой и достает два мешка картошки. Будь благословен. Садится в свою машину и быстро уезжает. Я говорю, слава Богу. Вот человек мучился, а может быть, не мучился, а ожидал, что блажение давать, нежели принимать. Ожидал возможность благословить. И, вы знаете, через какое-то время я понял, что он внизу стоял, караулял меня, когда я пойду, чтобы меня встретить и благословить. Видимо, ему Господь сказал. Вот. И я понимаю, что Бог иногда так стучится в наши сердца. И мы по-настоящему начинаем жить. Мы по-настоящему начинаем испытывать вот эту радость Божью. Есть некое преимущество. Если первое, мы сказали, есть важный приоритет, это наше отношение, это любовь. Второе, Бог дает нам преимущество. Своим людям Он дает свое обетование. И я хотел бы прочитать это из Божьего Слова. Давайте мы теперь откроем 2 Коринфянам, 9 главу. Это рядышком, буквально перелесните. Мы читали 1 Коринфянам, 13, а сейчас 2 Коринфянам, 9 главу. И прочитаем с вами с 7 стиха. Вообще, вся эта глава, она достойно говорит о нашем даянии. Она достойно говорит о взрослых отношениях, настоящих отношениях, о любви и о жертве. И вот какое есть преимущество и как мы с вами должны давать. Бог внимательно говорит, я не смотрю на твою сумму, я не смотрю на то, что ты приносишь, но я опять же смотрю, с каким сердцем ты это приносишь. Во-первых, был мотив из любви, да, приносим. А здесь давайте увидим некоторый момент, который тоже очень важен. И 2 Коринфянам, 9 глава, 7 стих. Каждый уделяй по расположению сердца и с не огорчением и не с принуждением, ибо доброходно дающего любит Бог. Мы хотим, чтобы Бог нас любил. Аминь. Или я один здесь такой. Вы хотите, чтобы Бог вас любил? И все, кто в эфире нас смотрит, вы хотите, чтобы Бог вас любил? Я верю, что вы хотите, чтобы Бог вас любил. А он говорит, а я люблю такого человека, который доброохотный, который от своего сердца, который добрый человек. Он говорит, мне не нужно, если тебя заставили, если тебя принудили, если что-то, тебя как-то уговорили. Мне такая жертва, такое приношение не нужно. Он обращает внимание и он говорит, тот, кто располагает свое сердце и с правильным сердцем приносит. Я такого человека люблю. И когда ты с правильным сердцем, Бог говорит больше в 8 стихе. Он говорит, у меня есть для тебя обетование. Обетование. И оно записано в 8 стихе. И здесь написано, Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Это очень важно. Бог говорит, ты будешь богат. Я благословлю тебя, и в твоей жизни будет много всего. Ты будешь счастливым человеком. И Он говорит, я дам тебе добро, но научись этим добром делиться. Делиться с другими, потому что это Божий принцип. Блажение давать, нежели принимать. И дальше Он говорит, как написано, расточил, раздал нищим, правда его пребывает в век, дающий же семя сеющему, и в хлеб, в пищу подаст обилие, посеянному вами, и умножит плоды правды вашей, так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Это производит благодарение Богу, если мы с вами щедрые люди, счастливые и щедрые люди, которые способны делать добрые дела. У Бога всегда есть обетование, и также Он рассказывает, где есть настоящая жизнь. Вот многим стоит попробовать быть щедрыми, щедрыми из любви, из правильным сердцем, доброохотно дающим. Попробуйте. Я приведу вам такой пример, который очень важен в жизни. Я вам скажу, когда мы как источники в нас, когда мы отдаем что-то, или жертвуем, или щедры в чем-то, в каких-то моментах, верные в десятине, Бог говорит, что ты как источник, в котором есть живая вода. И вы знаете, когда я об этом задумался, я вспомнил, в Израиле, оказывается, есть два водоема, и они очень друг от друга отличаются. Есть два озера, кто-то их называет морями, но по своей площади они больше на озеро похожи. И вот на севере Израиля, может быть, кто-то из вас был или видел, находится Галилейское озеро, и оно с пресной водой. И это Галилейское озеро, оно вбирает в себя очень много воды, много ручейков с гор туда приходит, много всяких источников в этом озере. И вы знаете, в самом этом озере есть жизнь, там много рыбы, там много полезных, как бы всяких, ракообразных, еще что-то, существовало, и все это там живет, дышит, развивается. Вот Галилейское озеро, очень глубокая и очень чистая там вода. Это один источник, это один водоем на севере. И этот источник, он питает весь Израиль до сих пор. И один, одно это озеро питает всю эту землю, дает жизнь. С этого озера начинает свой исток река Иордан. Иордан начинается, который Иисус переходил, который переходили очень многие люди, вот, евреи переходили, вот, Иордан оттуда начинается. Иордан, он течет и впадает в одно место, в другое озеро или в другое море, как его называют. Это море называется Мертвое море, которое находится на юге Израиля. И вы знаете, это море, оно не просто так появилось. Были жители Содома и Гаморы и еще нескольких городов, которые сделали вызов перед Богом и были весьма грешными. И Бог осудил эти города и жителей этих городов. И написано, земля, она разверзлась, и она поглотила живых этих людей. И сегодня, это доказано, вы можете приехать в Израиль и увидеть, что это самое низкое место на земле. Минус 450 метров от уровня моря. Минус 450 метров. И там такая расщелина. И вот вода туда втекает. Вода туда приходит. И так как это самое низкое место на земле, она оттуда никуда не выходит. Оно начинает там такие процессы, как в болоте происходит. Оно начинает засаливаться. И это море называется мертвым. И там плавают такие айсберги. Там нету рыбы, нету никакой живности. Вообще нету ничего, кроме этих айсбергов. Но айсберги эти не изо льда, а айсберги эти из соли. Вот такие солевые айсберги, которые плавают по этому мертвому морю. И Господь, Он обращает твое внимание. Каким водоемом хочешь ты быть? Кем ты хочешь быть? Ты хочешь быть живою водою, Галилейским озером, которое дает всему жизнь. Принимает в своей жизни очень много воды и отдает эту жизнь другим. Или ты хочешь быть мертвым морем, которое только принимает в себя очень много воды, но никому эту воду не отдает, а просто превращилась в болото и засолилась. Вот есть у нас, как у верующих, два выбора. И Господь нам предлагает избери жизнь, избери живую воду, и в твоей жизни будет и радость, счастье будет, когда ты будешь отдавать и видеть, как другие люди, они радуются. Когда у других людей что-то получается в жизни, и получается, потому что Бог тебя побудил что-то сделать для человека. Может быть, где-то чем-то угостить, может быть, где-то сказать доброе слово, может быть, дать обувь или одежду. И это на самом деле очень важно, потому что Иисус Христос, Он говорит праведным людям, когда встречается с ними, в Евангелии от Матфея записано, одним людям Он скажет, войдите в радость Господина Моего. И они спросят, почему ты называешь нас праведниками? А Он говорит, я был голоден, и вы накормили Меня. Я был разуд, раздет, и вы одели Меня. Я алкал и жаждал, и вы напоили Меня. Я был болен, вы посетили Меня. И Он говорит, как вы сделали то одному из малых сих, то сделали Мне. И Господь смотрит на это очень внимательно. И Он говорит, и называет этих людей праведниками. Поэтому будь живой водой, будь тем источником, который наполняется, но также источником, который отдает. И тогда в твоей жизни вот будет определенный круговорот. Ты будешь счастливым человеком. Это очень важно, потому что мы с вами не должны превращаться в мертвое море. Еще очень важный момент. Сейчас немножко отвлекусь, посмотрю, сколько времени. Вы еще не устали, вы здесь. Вам интересно слушать эту тему? Поначалу было не очень, но сейчас, я смотрю, вы оживились. Вот. Потому что тема, на самом деле, очень интересная. Блажение давать, нежели принимать. Я заметил так, что в нашей жизни, когда мы обращаем внимание на Бога, что-то от своей жизни отдаем, совершаем даяние. Например, в церкви десятины приносим. Вот. Никто нас не принуждает, мы это делаем доброохотно. И также замечаем бедных людей, сирот и вдов. вы знаете, Бог говорит, это влияет в твоей жизни, во-первых, на твою молитву. Я так был удивлен, но вы знаете, когда я прочитал Божье Слово, я увидел, что наше даяние, наша щедрость влияет на нашу молитвенную жизнь. И я хотел бы прочитать одно местописание. Давайте прочитаем вместе, я буквально некоторые стихи прочитаю. Исайя 58 глава, очень такое известное место, если вы помните, это говорится о постении и молитве. Исайя 58, мы очень часто цитируем это во время поста. И вот здесь пророк Исайя говорит так, вот пост, который я избрал, разделись голодным хлеб твой из китающихся бедных веди в дом, когда увидишь нагово, одень его, пропустим некоторые стихи, тогда ты воззовешь и Господь услышит, возопиешь и Он скажет, вот я, вот ты все это сделаешь, голодного накормишь, скитальца ведешь в дом, напоишь страждущего и Бог говорит, когда ты воззовешь ко мне, я скажу тебе, вот я. Так здорово, Бог готов тебе отвечает на твои молитвы, но Он смотрит на твое сердце, затронуто ли твое сердце жизнями других людей, помогаешь ли ты другим людям, напаяешь ли ты их, или ты только хочешь получать только для себя, только в свою жизнь, только говоришь, мне не хватает, только дайте мне, мое, и вы знаете, если мы с вами вырастим из этого, Господь говорит, будешь вопить ко мне, будешь взывать ко мне, а я скажу тебе, вот я. Оказывается, наше здоровье и наша молитва зависит от нашего даяния, от нашего сердца, от наших добрых дел, к которым мы относимся к другим людям. И Бог говорит также в притчах в 21 главе в 18, в 13 стихе сказано, кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и сам будет вопить и не будет услышан. У Бога такие принципы. Если ты слышишь вопль, если ты слышишь голос, который просит тебя о помощи, но ты затыкаешь уши и делаешь вид, что ничего не происходит, Бог говорит, в твоей молитве ты будешь обращаться ко мне, но я свои уши тоже закрою, чтобы не слышать тебя. Это очень важно. Наша молитва, она зависит от нашей жизни, как мы поступаем в своей жизни, насколько мы даем. Это на самом деле очень духовно. И нужно давать, чтобы это не было видно. Не приносить это с гордостью, но приносить это со смиренным сердцем. И в Писании я уже не буду открывать сказано, пусть не знает правая рука, что делает левая. Совершая это в тайне, и Бог видит твое тайное, ответит тебе явно. Ответит, поможет, произойдет какое-то чудо. Явно. также наше обеспечение оказывается зависит тоже от даяния. Я прочитаю вам притчи 28-27 стих. Дающий нищему не обеднеет, а кто закрывает глаза свои от него, на там много проклятий. Дающий нищему не обеднеет. ты думаешь, дам булку хлеба или дам 50 рублей или 100 рублей пропьет там или еще истратит куда-то не туда. Какая тебе разница? Бог говорит, дающий нищему никогда не обеднеет. Бог обращает внимание на тебя. Важно, что ты даешь. Важно, что ты жертвуешь. Важно, что ты щедрый человек. И Бог говорит, если ты такой человек, он говорит, ты не будешь бедным никогда. У тебя будет много, потому что ты способен другим послужить. И также мы понимаем, что наше даяние, оно влияет на близкие познания Иисуса Христа в нашей жизни. Господь очень внимательный к нам. И пусть Бог благословит каждого из вас. Давайте мы на этом с вами завершим. Я хотел бы, чтобы мы сейчас поднялись, помолились к Богу. В первую очередь я хотел бы обратиться к тем людям, может быть, вы здесь впервые. Если вы такой человек, и вы никогда не молились, не обращались к Богу, пришли в первый раз, если вы такой человек, можно вашу руку видеть? Если вы такой человек, и вы здесь. Не вижу руки, спроси своего соседа, Иисус Господь твой, ты верующий в Иисуса Христа. Верующий? Аминь. Слава Богу. Тогда давайте мы помолимся, может быть, за тех людей, которые смотрят нас онлайн. Я предлагаю вам эту молитву, и вы повторяйте ее за мной. А после этого я хотел бы еще помолиться за каждого из нас. Дорогой Господь, я прихожу к Тебе, я нуждаюсь сегодня в Тебе, и я исповедую Тебя своим Господом и своим Спасителем. Я прошу Тебя, прости мне всякий мой грех, я приношу Тебе свою жизнь, и я называю Тебя Господом и Спасителем. Возьми меня в свои руки. Аминь. Если вы помолились такой молитвой, и вы смотрите сейчас нас, и вы молитесь, сообщите нам по телефону горячей линии.